А, кстати, изначально для этого и придумано. Так, друзья, ну что, сегодня мы поговорим в утреннем эфире о йоге. О йоге нужно делать с утра. Давно об этом не говорили, а поможет нам об этом поговорить наши гости, которые проведет лекцию под названием «Йога. Дизайн осознанности». Наталья. Наталья, здравствуйте. Доброе утро, дорогие друзья. Намасте. О, намасте. Да, намасте – это в переводе с санскрита, это некий жест почитания в другом человеке абсолютного начала. Вот я проявляю этот жест всем нам утром и вечером. Вы инструктор по йоге, да? Я преподаю йогу. Мне не нравится такое слово, как инструктор или учитель, или что-то вроде этого. А конструктор? Конструктор лучше, да. Конструктор по йоге. Конструктор по йоге. Соберем вас, разберем. Лучше соберем, а вы разберетесь сами. Лучше так, мне кажется. Ну да, я преподаю йогу и занимаюсь философией, и в какой-то момент это все как-то, знаете, так круг замкнулся, потому что я долго размышляла над тем, почему многие люди, они как-то так отделяют теорию от практики. Что значит теория? Ну, многие люди пишут философию, тексты, многие, я имею в виду философы, ученые, которыми я, ну так сложилась по моей коллеге, потому что я тоже философ. И я размышляла над тем, почему больше они отдают, ну скажем, предпочтение, или они больше размышляют, чем занимаются телесностью своей. И в какой-то момент я стала тоже практиковать йогу, и почему тоже, потому что среди моих многих друзей, знакомых, йога была достаточно актуальна. Это было, это было не так давно, но это было больше 10 лет назад, когда я впервые практиковала йогу. Вот, но сегодня я пришла к тому, что человек состоит из трёх очень важных аспектов жизни, важных, и если он будет отдавать предпочтение одному из них, то тогда происходит какой-то... Дисбаланс. Перекос, да, дисбаланс. И это тело, это дух, и это ментальность. Мы можем по-разному относиться к духовным практикам, как к магии, или не как к магии, я вообще исключаю религиозность в этом смысле, но... Спрячь крестик. Да, они видны крестик, кстати. Я спрятал. Чего-то у меня в коробочке спрятан под ключом, да? Такое небольшое превью, а ещё, кстати, знаете, есть такая небольшая информация в 2016-м. В 2016-м году йога была ЮНЕСКО внесена в список культурного наследия, материального культурного наследия человечества. А как так произошло, что вот... Йога так пошла в люди. Да, ну, в вашу жизнь. В какой-то момент йога стала вообще гиперпопулярной. Ну, это нормально, это пару лет назад, да. А вы, скажите, лет 10 занимаетесь, практикуете йогу. Что составило, почему именно в какой-то момент решили пойти и заниматься йогой? Почему не шахматы? Шахматы очень сложно. Йога для меня легче. Я шучу. Шахматы – это тоже йога в каком-то смысле. Всё йога. Всё йога. Да, всё йога. Это шуточный такой тезис, конечно. 10 лет назад я впервые попробовала йогу. И на первом занятии мне показалось, что это так сложно. Я всё время ждала, когда же оно завершится, это занятие. Вот у меня тоже самое было. Когда я осмотрела на часы и думала, господи, что это, что происходит, зачем мне... Я был вообще страшным, ведь там не было часов. Там непонятно, когда конец. Очень хорошее место. Надо прятать часы. И часов, темно, музыка всё время играет. Всех глаза закрыты и какие-то заставляете делать движения. То есть не у всех у тебя были открыты, если ты видел, что у всех закрыты глаза... Нет, там преподаватель, это была йога для начинающих, преподаватель на каком-то моменте встал на руки, вот так вот расставил локти в стороны, а потом ноги закелывал сюда на локти и встал вот в этой позе и говорит, а теперь расслабьтесь. А теперь начинайте, ведь йога для начинающих. Так вот, в первый раз, когда вы пришли на йогу, не понравилось занятие? Нет, не то чтобы не понравилось, мне сложно было, не понравилось, а просто было очень сложно. И потом к йоге вернулось спустя года полтора, наверное, после этого знакомства. Ну и так вышло, что спустя какое-то время я стала достаточно интенсивно практиковать, и потом всё как-то так вот сложилось. Когда лучше заниматься йогой? То есть это утреннее время или обеденное, или вечер? Когда для организма это полезнее? Для организма это полезно утром и вечером. Вообще йога это ведь не только физика, йога это всё, поэтому имеется в виду, я не обобщаю, я имею в виду, что йога это ментальная часть, это духовная часть и телесная часть. Поэтому... Целая жизнь. Целая жизнь, да. И если мы говорим о физической практике, допустим, встреча солнца, или приветствия солнца, или прощания солнца, то это утренняя, вечерняя практика. Но по большому счёту так складывается, что если ты погружаешься в мир йоги в какой-то момент, ты просто живёшь какими-то такими вещами, которые там предлагаются. Потому что именно эти вещи, они как-то достаточно сбалансированно отражают тебе самого себя. Так как я занимаюсь философией, я знаю, что все философы, ну разные, конечно, по-разному обращались к этой проблеме, но по большому счёту все философы и вообще все люди пытаются понять, как устроен человек и что это за организация, образование такое. Ведь это очень сложное образование, это такая очень высокоорганизованная лаборатория, допустим, да, ну человек, я имею в виду, ну и так далее, вот в разных-разных каких-то аспектах. И человек единственное существо, которое способно к рефлексии. Что это значит? Он думает о том, что он думает, ну приблизительно так. Он размышляет о своей жизни, он может испытывать тревогу, страх, быть спокойным, или наоборот, пребывать в какой-то неудовлетворенности, фрустрации. То есть сам себя надо настроить, так сказать? Настроить и расстроить из этого. Ну то есть получается, что человек... Как гитара. Человек гитара. Да, расстроил и настроил. Настраиваешь, а на самом-то деле расстроиваешь, потому что ты не умеешься настраивать гитару. Плохо играешь. Человек, который умеет настраивать гитару, то он может и себя правильно настроить в нужном направлении. Правильно? Это была рубрика «Чушь». Нет-нет-нет, подожди. Продолжаем проем. Хорошая рубрика «Чушь». Здесь очень, кстати, прозвучал интересный тезис о том, что струны нужно настраивать. Так вот, человеку всегда нужно настраивать струны. И так складывается, вот обратите внимание, в последнее время все говорят об осознанном образе жизни. Да, и целыми днями это слышу. И я тоже целыми днями. От самой себя, кстати, я сама себе это говорю. Это тоже рубрика «Чушь» была сейчас. Но об осознанности не рубрика «Чушь». Действительно, люди стали говорить об осознанном образе жизни. По сути, речь идет о внимательности, о концентрации, о внимательности, о понимании того, что ты делаешь здесь и сейчас. То есть, ты вот, допустим, совершаешь какое-то действие, ты понимаешь осознанно, что ты его совершаешь. Но многие люди действительно проживают свою жизнь неосознанно. Они многие действия совершают как будто бы в состоянии сна. И это не магия какая-то, это не транссерфинг реальности, я не знаю, какие-то такие эзотерические вещи. Просто действительно кому-то лень думать. Думаться тяжело, да? Но ты помогаешь? Иногда. А что нужно? Как помочь? Ну, понятно, что нужно посещать занятия йоги. И я вот хочу спросить, что будет на лекции, которая называется «Йога дизайн осознанности». Где пройдет эта лекция и кому будет интересно ее посетить? Тем, кто уже практикует йогу или для начинающих? Это будет интересно для всех, потому что я рассказываю очень интересные вещи. Это секунда нескромности сейчас. Но я как бы добавляю такую долю иронии. В общем-то, интересно будет всем, кто, допустим, в какой-то момент видит красивых людей, которые в невероятно красивых позициях, да, физически подготовленные, красивые фотографии. Сейчас очень много такого контента в интернете мы можем наблюдать. И какой-то человек сидит и думает, как же это красиво. Но я стесняюсь, вот я не могу пойти. Ну, вот есть же такое, да. Это будет интересно для всех, как для людей, которые уже стоят, например, на голове или на одном пальце. Я не знаю, которые на одном пальце стоят, но, вероятно, такие существа будут. Есть такие, даже в Одессе есть. Человек-палец? Да. Знаменитый человек-палец. Да, знаменитый человек-палец. У него головы просто уже нет. Виталик-палец. Виталик один палец. Мальчик с пальчиком вы раньше называли, кого маленький был. Да, но имя у него такое, обычное, Виталик. Хотя жизнь необычная, судя по всему. То есть я хочу сказать... Дверь открывает. Не перебивать, подожди. Так, а где пройдет эта лекция? Лекция пройдет в студии Сома Плюс, это переулок Амиловая, 18 пройдет, начнется на 13.30, и будет сначала теоретическая часть, то есть сама лекция, а потом будет практика. То есть у нас с ковриком? Нет, коврик есть, без коврика. Просто в удобной одежде, комфортной для йоги, и без конспектов, без ничего. Просто с готовностью послушать и подумать о чем-то, и позаниматься потом йогой. Вот. Еще какие мысли я хотела отметить, что... Почему дизайн осознанности? Потому что, вот, когда ты практикуешь йогу во время занятий, вот эти все сложности, которые тебе даются, тяжело там, допустим, какие-то асаны, да, упражнения из йоги, во время этой сложности твой ум как бы успокаивается. Ну, то есть ты вдруг успокаиваешь свою суету ума. И в этот момент ты начинаешь, ну, проводить какие-то аналогии. Это как, знаете, вот, занятие йоги, это небольшая такая вот микроаллюзия на большой мир, на то, как мы себя ведем в обычной повседневной жизни. То есть нам, допустим, тяжело делать что-то неудобное для нас, имеется в виду. Нам, конечно, гораздо проще лежать на диване. В привычной позе. В привычной позе. Да, в любой. Не, ну, не в любой. Не скажи. Ну, там, в определенной тебе уже, скажем так... Где уже примята надевали. Да. То же самое место так лег, да. Как формочку. И все, и сложился в этой формочке. Нам, конечно, гораздо удобнее, но это нам только кажется, потому что удобнее, на самом деле, получать новые впечатления, как-то расширять свой кругозор. Йога это просто как аллюзия того, как мы себя ведем в своей повседневности. Знаете, сейчас тоже очень много таких понятий, как, например, зона комфорта, выход из зоны комфорта, еще в какую-то зону выхода или входа. Ну, то есть, вот эти вот все вещи, они, по сути, отражают такую популярную позитивную психологию и возможность конструировать себя человеком, ну, самого себя создание, то есть такой дизайн самого себя. И я буду говорить о том, как йога позволяет создавать дизайн из своего сознания, как ты можешь меняться, допустим. То есть, не только тело, не только внешние данные твоего собственного тела, но и внутренний мир. Да, безусловно, потому что внешне это очевидно. Человек, практикующий физические какие-то действия, безусловно, он меняется в лучшую сторону, у него появляется другая форма тела, и его это радует, потому что он становится краше. А самое важное, что происходит, благодаря йоге, он меняется внутренне, он становится другим, более позитивно мыслящим, и вообще он находит то, что ему необходимо. Знаете, вот такой философ, Эммануил Кант, конечно же, вы знаете. Он у нас был недавно. Как недавно. Книжки, мы книжки зажали в руках. Он давно умер, кстати. Это были его проблемы. Это у нас был спиритический сеанс. Да, мы называли его. У вас тут весело, мне нравится. Спасибо. Да, и... Кант, что, кстати, сказал вам, когда приходил... Вешап. Привет передал. Почти как дома, Гарри. Он очень пунктуальный, наверное, на эфир не опоздал. Не, мы пришли, он уже сидел. Он сидел. Ну как сидел? Ну как, да. Это, причем, было... Ну здесь, так скажем. После выходных, да. После выходных. Это была его энергия. Да. Пришел Кант. Что касается практика йоги. В любом случае, то есть, это есть какая-то, скажем так, составляющая, философская составляющая, которая, как бы, лекция, скажем так, а есть практика. Есть практика. Это с чего начинать? Вот, например, человек, который ни разу не занимался. Вот, к примеру, я. Ни разу, но у меня есть... появляется иногда желание, иногда желание посетить уроки йоги. Где лучше это все делать? Это, ну, понятно, что нужно обращаться к профессионалам, идти, кто бы тебе там направил, и правильность упражнений, какие-то, какой-то есть список всех дел. Но, тем не менее, на это нужно время. Выделить какой-то потоке... Для этого нужно место. Ну, естественно, место. Можно ли дома этим заниматься? Можно... В общем, много вопросов у меня есть, но, тем не менее, для человека, который ни разу не занимался, ни разу не слышал, читал. Многие рассказывали, что это полезно и нужно. С чего нужно начинать? Ну, во-первых, нужно понять, зачем вам нужна йога. Это первое. То есть, что вы хотите. Вам просто интересно, или вы хотите попробовать, ну, что еще, да? А во-вторых, конечно, нужно прийти на занятия вначале, да, позаниматься и попробовать йогу. Ну, можно, конечно, через YouTube включить себе занятия, попробовать, например. Но лучше прийти сразу на занятия, испытать это на себе, а еще лучше походить ко многим, на многие занятия, к различным людям, которые... Чтобы выбрать себе тому подходящего. Да, да. Потому что это очень тонкая такая вещь. Это, знаете, как учитель, я не знаю, вокала, или... Ну, вообще, это очень тонкое взаимодействие, когда ты хочешь здесь быть или не хочешь здесь быть. Вот бывает так, что нас люди вдохновляют. И, в общем-то, такое взаимодействие, оно порождает глубочайший интерес. И дальше вы уже наблюдаете, нужно вам это или нет. Если вы в это погружаетесь, то, конечно, вам это нужно. Кроме того, вы спросили, как найти время. А время очень просто найти, потому что я уверена, что, допустим, вы занимаетесь спортом, например, или читаете книги, или пьете кофе, или что-то еще. И где-то в какую-то вот эту ячейку своего тайм-менеджмента вы можете включить, конечно же, практику йоги и попробовать, по крайней мере. Если вам это будет приятно, то вы будете находить обязательно время для этого, утром, вечером, на любом. Сейчас в нашем городе очень много предложений, поэтому вы в любой момент можете найти подходящий вес. Можно и дома, в домашних условиях, так сказать, заниматься. У вас не получится сразу дома самому заниматься. Но вы можете пригласить индивидуально, ну, индивидуально, если вы хотите у себя дома, в родных, может быть, вам интересно прямо дома практиковать, вам нравится такая атмосфера домашняя. Но... На кухне. На кухне, да. Чайники кипятые. Нет, мне кажется, ничто не должно отвлекать, это должно быть специальное место для... Там же музыка какая-то специально должна видеть. Ну, музыка, да. Но, знаете, отвлекать будет все, я вот вам честно скажу. Когда вы первый раз придете на занятие, если вы будете заниматься и будет вам сложно, вам, возможно, будет мешать в какой-то момент голос человека, который ведет занятия. Крехтение рядышком. Крехтение человека рядышком, чьё-то дыхание. Вы сами себе будете не нравиться, потому что у вас что-то будет не получаться. Вам будет неудобно, дискомфортно, вы захотите пить. То есть много чего вам может быть такой помехой. Но лучше это преодолевать и наблюдать за тем, как позитивно вы меняетесь, в какую сторону. И это действительно позитивное преображение, такое трансформация человека происходит. Совершенно не какая-то магия. Сейчас, благодаря науке, такой как нейрофизиология, например, которая очень-очень серьезно развивается, между прочим, западные страны, у которых есть серьезные деньги на развитие науки, очень много денег инвестируют как раз такие науки, как нейрофизиология. То, что нам открывает как бы другой мир, то, что от нас закрыто. Мы не понимаем, как мы мыслим, но мы мыслим, тем не менее. Вот йога способствует развитию нашего мышления в том русле, которое делает нас более счастливыми. Счастье для каждого очень индивидуально, для кого-то счастье, например, научное открытие, для кого-то счастье новый айфон, последний, для кого-то что-то еще. Я в точку. Вот. И поэтому, конечно, если мы позанимаемся йогой, не обязательно мы купим себе сразу айфон, если у нас его нет. Я поэтому не хожу. Нет, нет. Я понял, что это не то. Ты обманываешься. Ты уже купил, уже какой по счету. Да, я, кстати, за это два раза на йогу ходил. Давали. Да, давали. Кто выдержит два занятия, это мой айфон. Да. Что касается занятий йоги, в любом случае, себя нужно первые занятия заставить туда пойти. Нет, не заставить, а просто наблюдать. Знаете, йога, она учит такому стороннему наблюдению самого себя. То есть, ты в какой-то момент просто переключаешься на то, что ты переключаешься не сам, потому что есть специальный подход к этому. Человек, ведущий йогу, он настраивает на это. То есть, он говорит, на что обращать внимание во время занятия, как выполнять упражнения, как дышать. Это ведь достаточно такое многокомплексное образование, практика йоги, дыхание, физика. Вот эти все вещи, они очень хорошо настраивают человека на то, чтобы он сосредоточился и сконцентрировался. Пение мантр, например, на некоторых практиках. Ну, например, мантра Ом, которая тоже концентрирует, дыхание вначале. Это чем? Так нужно пальчики делать? Как когда? Пальчики, вот так можно делать. Кстати, это отдельная про пальчики, отдельная часть йоги. Пальчики, это называется мудрые, мудрые жесты. И при сочетании различных, например, это джняна мудра, мудра энергии и знания. Вот, есть разные другие мудрые, их множество. И это, да. Не, не, пальчики, что ты растопырил? Собери вместе, конечно. Я просто руки-таки. То есть, всему есть свое объяснение. И йога, это наука, это учение, многокомплексное, очень древнее и несущее только пользу в обществу, в мир и только пользу отдельной личности. Человек начинает осознавать, себя и работать над своим эго. Ну, это помогает работать над своим эго. Это как-то делает тебя другим, более чистым, более светлым. Ну, видели, да, вот этих людей, которые как солнышко водят? Видели? Думаю, люди молятся. А, хорошо, а йога, это же еще и питание какое-то? Да, йога, это еще и определенное питание. Например, я сейчас взяла себе вкусный кофе, очень, это не йога, кстати. можно себя немножко побаловать немножко. Можно побаловать. Ну, что, знаете, в йоге нет такого насилия, как бы, ну, есть очень важный принцип, который отражает вообще йогу, как таковой, это ахимса, принцип не насилия. То есть, если ты хочешь скушать кусочек вот этого брелочка, пожалуйста, ешь его. Кстати, чтобы вы... Это же дурдоме. Это вам. Если вдруг хотите съесть кусочек брелочек, это... Обращаешь внимание на какой-то предмет, на айфон, например, и тебе его дали. Это тут так, кто-то тут не работает. Поверьте мне. Жаль, потому что я даю вещи. Я долго стоял в одном магазине, он уже закрывался, я все смотрел, мне сказали, приходи завтра, посмотришь. Да. Да. В первую очередь, это получается, что йога наводит порядок в голове. Наводит порядок в голове, в какой-то момент без насилия ты перестаешь есть мясо. Ну, то есть, тебе его просто не хочется. Не потому, что ты веган, и ты очень крут этим, ты хочешь об этом всему миру рассказать, и хочешь, чтобы другие не ели мясо, не надевали шубы, я не знаю, что-то еще не сидели на кожных сиденьях. Никак. Ты как-то обходишь. Но еще тепло. Да, это может произойти в какой-то момент. То есть, человек преображающийся, не религиозно, а фанатирующий, то есть, буквально, всем делающий замечания. Это происходит внутренне. Это твое, организм. Конечно, можно навредить организму, кроме того, ну, это происходит действительно очень естественным образом. Не надо отказываться от мяса сразу, если ты этого не хочешь просто. Но, есть много разных теорий, почему не стоит есть мясо, на это нужно обращать внимание, и читать об этом, образовываться, безусловно. Вы знаете, человек, он все равно остается человеком. И мы, ну, не знаю, в какой-то момент, возможно, мы начнем питаться солнечной энергией. Не думаю, что это скоро произойдет. Но, есть некоторые индивидууми, которые это практикуют на себе, но, пока что, это считанные деньги. Надо шел на солнышко, посмотрел, близнулся, не боялся. Спасибо, покрытый, скажешь, спасибо. Софтеточка это. Ну, естественно. Так, на лекции, кто, возрастная категория, вообще, когда приходят люди заниматься йогой. И большие женщины, или мужчины. Больше женщины, но мужчины тоже очень заинтересованы йогой. Потому что там женщины? Нет, потому что мужчины тоже мыслящие существа, как и женщины. Слава Богу. Хотя казалось бы. Вот тут вот успокоились. Да, да. Ну, тоже, наверное, это была небольшая такая ирония. В общем-то, больше женщин интересуются йогой. Мужчин, в среде практикующих йогу, тоже очень много. А вот возрастная категория, все-таки, это дети. В каком возрасте уже можно заниматься йогой? Осознанно. В любом. Вот как ходить начал уже? Да, можно заниматься в любом возрасте. Там есть такие истории, когда мама, занимающаяся йогой, практикует вместе с ребенком. И таких историй много. Есть детская йога, йога. Нет возрастных категорий. Ну, например, конечно, стоит отделять, если, допустим, класс йоги взрослых людей, то лучше, чтобы дети были отдельно. Ну, потому что это другая физиология, другая конституция тела. И стоит обращать на это внимание. Вот таким вот образом. Что касается вот самой йоги, к примеру, есть же разные уровни, я так понимаю, да? И, например, если человек занимался уже какой-то там полгода, там, несколько занятий походил уже туда, и это разные группы. То есть, если идет человек, который ни разу не занимался йогой, то есть, он должен идти как в новички. Да, мне по пути просто. Нет, он не должен идти в новички сразу. Но вообще, да, если человек придет, например, на йогу Виньяса Флоу, где быстро все делается, и люди как-то так быстро из асан в асан перемещаются. То есть разнообразное время? Ну, она не медленная практика, а, знаете, очень быстро, это немного похоже на такое вот движение акробата, что ли, то есть он красивое такое перемещение. Если, допустим, человек, который впервые приходит на занятия, пойдет на такую йогу, то ему будет очень сложно. А если же он приходит на хатха-йогу, где уровень новички и средний уровень, ему там будет легче, но тоже сложно. В любом случае, это будет... Хатха-йога. Хатха-йога. Хатха-йога, если запишу. Да, я как раз преподаю хатха-йогу. Я, кажется, когда первый раз зашел, там было много дверей, я одну открываю, а там все на голове стоят. Ты глядешь? Да. Причем, когда я зашел, они еще повернутся в этой позе. Между прочим. Когда зашел, я говорю, наверное, я ошибся дверью. Что касается... Они сказали, заходи. Входите. Что касается стойки на голове, не знаю почему, не знаю почему, но у меня с детства мы с братом делали, мы сделали стойку на голове, причем это мы становились на диван и ногами и... В потолок. Не, не в потолок, на стенку. Получается, так я остановил. У них не было потолков? Нет, потолки высокие были. Попробуем. Они же не в гирте. Они в кабриолете жили. Вот, так в общем, становился на голову и на диване, опирался на стену и мы очень подолгу могли стоять на голове. А сейчас можешь? Ну, я давно такого не практиковал. Шершасон мы практиковали. А это что такое? Стойка на голове. А, про другое подумал. Нет. Я даже боялся. Представь, как это делается. Это как-то, да, на локти упираешься. Уже не прям на голове. А, вот эти вот, кстати, фотографии в инстаграме было одно время очень популярно. Где вот стоит на голове, прям у нее руки по швам. Как оно так стоит? Ну, так стоит. По-настоящему. Это не фотошоп. Сначала первое, как нужно выходить в это положение, это становишься... На ноги. Много точек, да. Выходишь руки, вот руки в таком треугольничке, они согнуты, здесь голова, дальше ноги согнуты в коленях. В коленях, да. Да. Следующий шаг, ты отъединяешь колени от пола и приподнимаешь колени над полом. Потом возвышаешь ноги от пола. Это нужно делать у стеночки, так что вы очень правильно делали, на диване, на стенке. Чтобы детравмировать себя. Чтобы последним шагом не было подделено. Ну, не на диване, а на твердом твердом. На твердом. На диване не нужно. Нужно, чтобы коврик был, конечно. И ты дальше поднимаешь уже одну ногу, если это первые какие-то выходы в это положение. И если одна нога. Ну, да. Всякое бывает. Ну, в общем, и в какой-то момент вот этот баланс, ну, по сути, это отражение баланса, на самом деле. То есть, ну что, стоять на голове, это как бы, ну, красиво, круто, это отлично. Можно всегда стоять на голове, не знаю, ну, если есть в этом смысл. А просто так стоять на голове, это странно, да? Это как отражение внутреннего баланса. То есть, не просто эстетика или какой-то какой-то уровень невероятной крутости в твоем теле. Это твой баланс. Ты просто можешь спокойно это делать. Или не можешь? Я просто обретаю про такую ситуацию, да? Ну, да. В маршрутке ты поедешь. Ходят, подкачиваются, да, для того, чтобы идет по улице, все говорят, о, молодец, ходят. А ты все, сьёк, иди шел-шел, на голову постоял немножко. В аэропорту же ждешь, в курилке. Не видели никогда фотографии, когда люди просто занимаются йогой, или видео, в общественных местах? Ну, это мы видели. Ну, просто я себе представил, шел-шел-шел человек, знаешь, к этому видел, симпатичная девочка. Парень идет, к этому сейчас произведу на нее впечатление. Вот смотри, какой у него было. Ковидротик так впикнулся. Я, кстати, видел по поводу того, парня, который может стоять на пальце, на одном пальце, он стоял на бутылке, ну, столько на голове, на бутылке, на горлышке. Это тоже... Причем, бутылка до середины была. Не, не, там все в порядке. Она не была разбита, она была... Не, она просто уже зашла на половину головы ему. У него еще вторая была, когда он брал два пальца и в две бутылки рассунулился и стоял. И потом шел. Одна стояла, а с другой... У него одна была Coca-Cola, другая Pepsi. Он так тынь-тынь-тынь-тынь. Это специальная какая-то бутылка. Акция была. Акция, да. Сколько по времени заниматься? То есть это практика каждый день. Вообще, это вот философия йоги, это каждый день себя погружать в какую-то, скажем так, для себя комфортную атмосферу, для того, чтобы и мысли разложить по полочкам, и тело свое привести, скажем так, в вид, который тебе хочется. Потому что, ну, у каждого, мне кажется, разные представления о идеальном теле. Да. У каждого разное представление об идеальном теле, но, в общем-то, не к идеальному телу лучше стремиться в данном случае. Оно появится, как какая-то идеализация в теле возникнет, рельефность мышц, например, и так далее. Вот. А по времени каждый день, ну, это будет рождаться само по себе. Если вы этим занимаетесь, то у вас будет какой-то график занятий йогой. Несколько раз в неделю, допустим, да, потом вы будете заниматься утром и вечером, потом захотите больше. В какой-то момент вы, возможно, уже перехотите заниматься. В какой-то момент уже кого-то приведешь, скажешь, я один не пойду, идем вместе. Да, да, но это не секта, конечно. Знаете, кстати, многие очень спекулируют на практике йоги, и вот туда приведи друга. В общем, есть... Они потом еще по-дерибасовски идут с этими книгами и бубнами приведи друга. Это другие ребята. Это Кришнаиды. Это Кришнаиды. Они тоже говорят приведи друга. Они очень приятные. Кстати, у них вкусная еда вегетарианцев. Я ни разу у них еды не видел. Они вообще с еды так идут, как будто и они еды не видели. Они очень вкусную еду делают. Да, они интересные ребята, но просто радостные и веселые. Они несут добро в этот мир. Все прекрасно. А что касается йоги, вот тут стоит относиться действительно не выступать за эту грань вот к чего-то такого уже фанатично-религиозного и так далее. Ему просто иногда звонят. Не, я смотрю, может, есть вопросы у телезрителей, которые нас смотрят на тренечке в Фейсбук. Есть вопросы? Да, они, видимо, пишут, но мы же не умеем читать, глядя на телекан. Я заглянул. Я заглянул. Пока нет вопросов. пока что те вопросы, которые мы задавали с Сашей единственные. Есть у тебя, Саша, еще вопросы по Югбе? У меня? У тебя. Ты же Саша здесь. Я заслушался прям. Может, про чакры хотели спросить? Про чакры? Манипулярия? Вот вы прям вообще в ходу смотрели. Как про чакры? Про чакры. А что именно хотели спросить? Что вообще? Что это? А что вообще такое чакры? Чакры? У вас закрытые чакры. Нужно открыть чакры. Открой свою сердечную чакру. Не говорили вам так никогда, Саша? Хирург только. Что такое? Что это вообще? Это способность воспринимать что-то из мира? Да. И вот у меня еще был второй вопрос. Реально научиться медитировать медитировать, когда вот они так садятся и просто отключились. Ну, это вообще другое. Я не могу не думать ни о чем. Это очень сложно. А что касается чакр, начну с этого. Это такие психофизические центры в нашем организме. В семь. В семь чакр. В семь чакр. Они, начиная с нижней чакры и к верхней. И как бы человек медитирующий, практикующий долго, но по продолжительности времени. Не только там. Сегодня полчаса я помедитировал и открылась моя чакра Вишутха. Вот. Ну, как бы человек открывать себе вот эти энергетические какие-то энергетические активные центры. А что он потом может делать? Чашку двигать? Нет, без рук? И без ног тоже может двигать чашку. Не знаю. А это только с помощью кого-то. Один взглядом. Слушайте, ну, есть, конечно, вот эти невероятные истории о том, как люди под собой топят лед. Насколько они энергетически нет. Если даже есть такая Миртунами тает лед. Это не те. Под тобою тает лед. Это люди, они... Открывшествуют чакры. Грибы любят, да? Вот эти люди. Ну, не люди, я не знаю, шампиньоны так все. Грибы под ними не только лед тает. Так, что чакры это энергетические центры в человеческом человеке. А как понять, ты его открыл, не открыл? Ну, сам... Ну, как? Это, во-первых, сразу это не происходит. То есть, не придешь первый раз на йогу, встанешь в позу воина, и твоя чакра открыта. Этого не произойдет. Это вообще долгий путь к этому, потому что, ну, в общем, все, что касается уже психофизики, психофизиологии, это именно об этом. Это достаточно сложный путь. Не стоит этим прям серьезно этим как бы фанатировать на этом, да, но это уже такая другая сторона йоги, это касается медитации. медитация это размышление, кстати, в переводе с санскрита, не с санскрита, а с другого языка, я помню, по-моему, это латынь. Ладно. Есть такое? Есть, да, язык, есть. Это размышление, и медитация это глубокая концентрация не на своих мыслях, на вот этом вот потоке бурлений, а сосредоточение на чистоте и частоте. Что это означает? Как бы ты настраиваешься на то, что твои мысли тебе не мешают быть здесь и сейчас. Ты просто настроен на момент присутствия здесь и сейчас. Как бы ты вот чувствуешь вот этот миг. И это вот. Это прошлое на будущее. Вот как раз нет. Я вот обращал внимание, что все йоги, они как-то так уравновешенные. Мне кажется, что вот вывести йогу, увидеть, как он там нервничает, кричит, как-то в блестке какой-то негативной энергии, вообще никак ничего не происходит. Все как-то уравновешено, все вот так вот ровненько. Это у всех такое происходит? Потому что... Мы только с вами не можем справиться. У нас тут обычные люди уходят. Обычные планы. Вне себя. Такое тоже бывало, кстати. Но я не знаю, что вам ответить на этот вопрос. Я думаю, что это уровень внутренней гармонии, внутреннего баланса, а йога способствует этому. То есть йога вообще не нервничает. Нервничает йога и плачет йога. Нет, такое, чтобы йога с йога взяла с одной рукой, так держала, а вторую сигаретку потом подумала. Ну, вы знаете, йоги, они, вот ортодоксальные йоги, йогины, они, в общем-то, уже преодолевают тот уровень, когда они, в принципе, реагируют на то, что происходит вокруг них. То есть, вовлекаются в негатив, в то, что их может как-то задеть, затронуть. ничего их не трогает? Да. Все это на остановке, человек автобус сбел, это все это, это не мой. Он вообще не сидит на остановке, не ждет автобуса, потому что он сидит... Автобус ждет его. У него шестая чакра, открылся, автобус его ждет. На остановке. Да. Есть такие остановки, где автобусы ждут людей, а не ряб. Очень интересная история. Я ее запомню. Ну, получается, что человек, практикующий йогу, он становится активным, но не реактивным. Что такое реакция? Это как бы отражение того... Что окружает. Да. На происходящее окружение йога. Да. А то, что... Ну, то есть, человек становится активным психически, физически, духовно. Кстати, про духовность, это тоже достаточно сложное понятие. и душа вообще очень... Ну, нет такого прибора, человек не изобрел такой прибор. Ну, допустим, есть квантовая физика, да, вот множество таких наук, которые отражают нечто, что человеку, ну, человеку сложно потрогать, да, коснуться. Мы же привыкли к тому, что мир, он ощутим, да, мы вот как бы такие... Все можно потрогать. Все можно потрогать. А тут раз и биткоин. Нельзя потрогать. Не потрогаешь. Помните код Шрёдингера, вот эту вот историю, которая есть и нет, вообще непонятно, что это известная такая, как абсурд, ну, даже не абсурдная, но такая вот задача из квантовой физики. Вот. И, знаете, человек, по большому счёту, наука, современная наука, я очень сильно и с большим уважением отношусь к современной естественной науке, потому что это такой серьёзный прорыв, это очень много объясняет человеку о самом же себе. И к тому, как люди йоги реагируют на то, что происходит вокруг них, да, они, в принципе, не реагируют, потому что их мир внутренний, он гораздо сильнее, чем внешний, который может их как-то вывести из баланса и разбалансировать. Но это очень серьёзный уровень. То есть, это... К этому за один день и за одно занятие не придёшь. К этому нужно стремиться, к этому нужно подходить, подготовленный, не подходить, а к этому нужно подойти со всей ответственностью. Кстати, все, кто, кого интересна йога, могут посетить лекцию йога дизайн осознанности, которая... 4 ноября. Время. 13.30. 13.30. Место? Студия Сома плюс переулок Аниловой, 18.00. Туда надо как-то заранее регистрироваться, записываться? Или можно... Да, желательно зарегистрироваться и записаться, потому что там... Ну, есть ссылки мероприятий в Facebook, где можно подать, есть номер телефона, можно подать заявочку. Вот. еще сегодня и завтра уже нет. Ну, завтра нет, потому что, собственно, завтра не будет. Йога еще сегодня, завтра уже нет. Да, спасибо вам большое. Какой у нас есть, как бы, не инструктор, а учитель. Йога даже не учитель. Сенсей. Сенсей. Как правильно сказать? Практикующая йогу. Практикующая йогу. Наталья Чекан. Спасибо вам огромное. Намасте. Намасте. Сейчас мы будем медитировать. Да. А вам, естественно, медитировать лучше под музыку. Да. Спасибо. Как весело с вами. Спасибо большое.